Что на этой неделе нам показала Ленобласть? Сейчас посмотрим то, что заслуживает внимания и расскажу подробности. Барабанщик на буксире прокатился по трассе, не прекращая играть. Этот предновогодний вызов бросил музыкант, который себя называет Бобурбой. Фанерная сцена, кстати, по асфальту вполне себе едет. Это старый отрезок Таллинского шоссе в деревне Телези. Год назад открыли, по сути, новую дорогу в объезд населенных пунктов, ну а на прежний поток теперь скромный. Но все равно такие шутки могут быть опасны, и даже шлем не всегда защитит. Пьяный нелегальный мигрант убил 55-летнюю женщину в ДТП. Лобовое столкновение произошло в ночь на воскресенье в поселке Соснова. Солярис, который пытался уйти от полицейской погони, на изгибе дороги снесло из-за скорости, и он влетел во встречный ВАЗ, который, судя по записи, тоже не совсем в своей полосе двигался. В итоге пассажирка в ВАЗе погибла. Его пожилого водителя увезли в больницу, а 35-летний водитель Соляриса не пострадал. Инспекторы прибыли через считанные секунды и задержали виновника. Возбуждено уголовное дело. Во вторник в Кингисеппе был переполох на городском рынке. Посреди дня начался пожар, который тушили почти 4 часа. Люди не пострадали, чего не скажешь о сантехнике и белорусской обуви. Причиной воспламенения назвали неполадки в электросети. На станции с говорящим названием «Мельничный ручей» затопило подземный переход. Пассажиры утренних электричек попали под принуждение к ловкости. Одни прыгали по дощатым щитам, другие штурмовали платформы и ограды. Квестом заинтересовалась северо-западная транспортная прокуратура. Местные говорят, что вода в том переходе в порядке вещей уже десятки лет. Так что, хоть железнодорожники уже и откачали воду, все равно при ближайшей оттепели она вернется. Свой форт Бояр открылся и в Сертового. Там стойко переносить тяготы и лишения можно научиться еще в школе, обнесенной крепким забором с видеонаблюдением. Но под калиткой, как потеплело, конечно, появилась глубокая лужа. Ликвидировать самостийный водоем удалось после поручения прокурора области. По дворам, по снегам, синий трактор едет к нам. Это вот лучший комментарий к странному видео из Мурина, где одинокий трактор зачем-то наматывал круги вокруг фонарного столба. Что за народный праздник стал поводом для этого, непонятно. Кто может пояснить, что происходит на видео, пишите в комментариях. Но не похоже, что было на этой неделе. Уж больно свежий и сухой снег на видео. Я не знаю. Руки, руки, руки. В зале кинотеатра в Питере задержали бывшего риэлтора и бойца ЧВК, который и до, и после участия в СВО нанимал киллеров. Так считает следствие. Александру Тютину уже предъявили обвинение в организации приготовления к наемному убийству. Причем почти три года назад его приговорили к 23 годам за организацию. В 2005 году убийство своего бывшего компаньона по бизнесу, его жены и двух детей во Вселожском районе. Все это выяснилось после того, как он попался на попытке в 2018 году нанять убийцу, чтобы расправиться с родственницей жены. Пожилой зэк записался в штурмовики ЧВК. Утверждается, что провоевал полгода и освободился. Но не исправился, потому что, как считает следствие, он нанял одного знакомого для убийства другого, живущего в Турции. Я задержан за приготовление к убийству сожителя моей жены, бывшей, ну, да и юра практически существующей. Но потенциальный киллер сдал своего нанимателя. Он здесь не живет. А где он живет? Ну, я не знаю, он не живет, живет отдельно. А вы ему кем приходите? Да. Росгвардия проверила адреса порядка 600 владельцев гражданского оружия в Петербурге и Кировском, Тоснинском и Вселожском районах Ленобласти. И 66 стволов изъяли. Трое заявили, что свое оружие потеряли, а 27 сдали добровольно на утилизацию. Им больше не нужно. Еще 11 владельцев, как выяснилось, уже умерли. Детские подарки, игрушки, вкусняшки для наших бойцов, вещи детские и взрослые для мирных жителей. Предновогодний конвой с подарками отправился из Ленобласти в ДНР для тех, кто воюет или живет в республике. Их собирали Народный фронт, Центр Ленинградский доброволец, Добрый волшебник и движение жителей Волосова за развитие. В Питерском водоканале посмотрели скандальный сериал про нефортануло и решили достучаться до сердец пакостников при помощи чудо-синематографа собственного производства. Это, конечно, не Ленобласть, но такая рекомендация не смывать новогодние салаты, чтобы не забивать трубы, не оставит равнодушным никого, независимо от региона. Кирилл у нас поступил не по-пацански, поэтому мы его отшиваем, как чушпана. Отдохнуть от кринжатины можно среди таежных снегов. В Нижнесвирском заповеднике камеры поймали несколько секунд из жизни лесных кошек. Рысь с двумя котятами патрулирует местность. Один из хищников проинспектировал саму камеру и показал роскошный зимний мех. На другом краю Ленинградской области, на острове Гоглан в Финском заливе, немногочисленные жители на выходных прямо из дома наблюдали волшебную красоту севера. Сияние зеленого цвета, говорят, бывают, если частицы солнечного ветра бьют по атомам кислорода, где-то на высоте до 150 километров. В общем, колдовство.